Всем привет! Это обзор обновления 2.18.0. Давайте рассмотрим, что здесь нового. Итак, у нас появилось теперь во всех королевствах, почти во всех, появился этот храм. Он доступен с 30 уровня, а территория, я так понимаю, доступна уже с 28 уровня. Вот это вся территория. А храм, как пишут в обновлении, будет доступен с 30 уровня. И уровней у него всего будет 15. Далее вы можете сами смотреть. Чем больше уровень, тем больше героев вы можете иметь. Итак, здесь есть сундучки у нас на территории. Подходит человечек, забирает этот сундучок. Так, на этой новой территории. Так, ну ладно, пусть он забирает сундук. Продолжим, что у нас дальше. Храм героев можно проводить вербовку. Каждый из героев обладает двумя специальными способностями. Ну, я рассматривал. Посмотрите предыдущее видео. В нем мы подробно, аж по 25-30 минут, два видео мы рассматривали. Так, доступно событие Ночь Костров. Так, где оно у нас, событие Ночь Костров? Собирая ресурсы на карте мира, кроме золотых рудников, можно получить фейерверк, при использовании которого дается награда. Используя фонтан желаний, можно получить карамель. Ну, в принципе, то же самое, что в Хэллоуинге было с этими, с карамельками. И с чем там, с тыквой. Окей, что там дальше? Есть новое событие. Оно называется еще одно событие. Борьба за каждую пять земли. Возможно, она актуальна только до сотого королевства. Свыше его еще пока нет. Ну, а суть в том, что на карте появляются ресурсы, после захвата которых, например, первые, вторые, третьи, они ничем, визуально ничем не отличаются от других ресурсов. И вы можете тыкнуть на... Нажав на информацию, здесь можно увеличить количество ресурсов, которые находятся в этом... Заплатив золото, вы можете увеличить общее количество ресурсов, которые находятся в этом руднике. Так, поехали дальше. Что у нас? Фонтан желаний. Введение в карамели. Яблоко. Можно получить яблоко в карамели. Окей. Основная часть обновления увеличен. Вот, что здесь. Но, это принцесса. Новия. Нови. О, Нови. Диана. Она... Теперь у нее доступен пятнадцатый уровень. Вот здесь у нее есть способности, которые тоже в разработке. Скоро они будут доступны. Итак, если у кого-то был десятый уровень, и вы улучшили его, то вы получили плюс один процент ко всем атрибутам. И, по-моему, скорости строительства на территории замка плюс два процента. Я точно не помню. Сравнивайте, смотрите. Но, по остальным, скорость обучения на один процент. Скорость исследования один процент. И, вот, скорость сбора на карте мира я не уверен. Точно не помню. Так, также, Леона доступен пятнадцатый уровень. У меня сейчас восьмой. И, по-моему, на этом, пожалуй, все. А, также, в кузнице, в набор снаряжения добавили... Что здесь добавили? Вот здесь добавили характер атрибута. То есть, красными буквами базовое развитие, баланс атаки и защиты. Усилие атаки. Это набор завоевателей. Каждый набор получил такой характер. То есть, описание. Так, поехали дальше. Что у нас еще здесь? Больше ничего. Еще пока по наборам снаряжения больше ничего не добавили. Разработчики говорят, что... То есть, там где-то было написано, что если вы разбираете наборы снаряжения, теперь будете получать больше чертежей, чем раньше. То есть, если вы раньше на набор сострадания тратили 35 чертежей, а обратно вам система отдавала только 17, то сейчас можно получить больше 17. Окей, поехали дальше. В магазине Альянса. Говорят, что в магазине Альянса добавили свечи. Так, где у нас магазин Альянса? Свечи. И доступны они по 250 тысяч очков славы. Я вообще свечей не вижу здесь. Давайте глянем. Здесь свечи есть? В сотом горе... Вот она. Святая свеча. Святая свеча 250. Возьмем одну штучку, добавим. А вот здесь была, я не видел. Вот она. Так, не хватает очков славы. То есть, было уменьшено. Уменьшено. С 300 тысяч на 250 тысяч. То есть, нужно обновить игру, чтобы увидеть это. Иначе будет 300 у вас показывать. Так, время ожидания навыка борьба до последнего вздоха. То есть, это тот навык на 45 уровне в поддержке, который атакует сразу по 5 выносливости, а атакует сразу 20. Ну, награды, дает награды за 20 монстров. Так, где она? Вот она, борьба до последнего входа. У него кулдаун был 24 часа. Сейчас кулдаун уменьшили до 8 часов. То есть, через каждые 8 часов можно этим им пользоваться. Так, визуально это все. И я прочитал почти все, что здесь находится. А также в башне, в древней башне дракона все-таки начали выпадать эти кристаллы, которые нужны для сбора яйца второго дракона. Вот он и здесь, яйцо синего дракона. Кристаллы для синтеза драконевого яйца можно получить в событии босс мира, башня дракона. То есть, все-таки выпадает из-за босса, из-за башни. На этом все, всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.